Вот эта девочка остаётся за старшую сегодня у нас. Она под одеялом, она не вылазит из-под одеяла. Она не может просто. Ну, Настя, покажи. Моня, Моня, где Аня? Чё, Моня, Моня? Всем привет. Моя мутор. Настя. Сейчас расскажем. Ещё раз всем здравствуйте. От тебя будут и все приветики. Знать что, собрались мы, значит, с Аниной мамой, с Аней. Едем к одной женщине. Хотим ей помочь. У него сын болеет эпилепсией. Мы уже помогали, когда мы были в Украине. Да. Мы уже, может, рассказывали вам. Да, мы волонтёрили, помогали этой женщине. Точнее, и ей, и сыну, потому что сейчас такие трудные времена. Ей не хватает даже на еду. Да, не хватает на еду. Человек болеет. Рассказывает список, что им нужно, там масло. В общем, мы вам всё покажем. А как мы заходим, у нас покажи, мы в аптеку. Да, сейчас будем заходить в аптеку. В аптеку, потом азинчик зайдём. Ну, теперь всё будем вам показывать, что зачем. Ребята, вот купили мы, значит, таблетки такие идут. Это именно от эпилепсии. Потому что сын болеет, не встаёт. Всё, мы скупили, скупили всё самое необходимое. Мы купили, я вам скажу, что банан, чай, ну, бананы, чай, батон, майонез, масло подсолнечное, яйца, сосиски, сахар и лимоны. И корм для кошки. Ну, вы там, я думаю, увидели. Я там сняла немножко в АТБ. В общем, сейчас ещё штамп. Сейчас мама пошла, возьмёт баночку помидор, который она закрывала, консервация. И возьмёт мясо, у нас есть свинина, мясо. И сейчас ещё пройдёмся, может, у нас тут ещё что-то возьмём и будем выдвигаться. В общем, как-то так. Я это снимаю, ребята, для того, чтобы люди тоже делали добрые дела. Вот кто-то из вас посмотрит это видео и вспомнит. Ага, может, я могу хоть чем-то, хоть как-то помочь там кому-то, кого я давно забыл. Но я вот сейчас вспомню, вот, это как напоминание, что людям надо помогать. Особенно в такое тяжёлое время. Вот. Ну и в целом, я думаю, все понимают, что мы показываем нашу жизнь, что и как у нас происходит. Поэтому, как бы, сейчас это тоже снимается. Поэтому, пожалуйста, не надо писать, ха, для контента всё это делайте. Поверьте, когда у нас ещё не было канала, мы с Настей помогали по максимуму. Сколько мы могли, столько мы и помогали. И это не только этой женщине, её сыну. В общем, как-то так. Спасибо за понимание. Настя пришла, помидоры, да, принесла им Настя? Да, помидоры, баночки купили. А таблетки где? У мамы. У меня. Ты где пакет не ешь? Наверное, отдельный, что надо. Пакет не вводишь. Расскажи, как ты ещё бежала за колбасой? Конечно, всё понимаешь, что она начала получать. Мама говорит, надо ещё колбасы срочно. Скоростью ветра бежала. Может, они вообще давно не ели даже той колбасы. Так, вот мы проезжаем в какой-то район Таган. Ты проезжать на основном не можешь, я решила. Да. Сейчас, сейчас. Вот, это дом Оксаны. Тут тоже повыбивала окна, и ей тоже выбила окна. Сейчас посмотрим, всё покажем. Всё, пакет готов. Настя готова. Мы все готовы. Холодно. Нереально. Я нашла такси по скидке, поэтому мы вообще съездили за 80 гривен. Это 2 евро вообще дёшево. Очень дёшево. А стоять на остановке сейчас полчаса, это вообще не вариант. Потому что Рогань, этот район, горизонт, он находится далеко, очень далеко от нас. Поэтому, да, холодно. И мы решили так. Это мы проезжали, где вы видели эти вонючие танки. Это здесь они прям ездили по улицам. Я же говорю, окна тут тоже выбиты. Тут очень много было привётов. В общем, такое... Аж мерзко стало, фу. Только я увидела, у меня прям рвотный рефлекс. Я уже подумала, мы уже даже бессмысленно что-либо говорить уже. Да. Что тут говорить? Кому говорить? Кому говорить? У меня было и не будет. Там не поменять ничего. Ну, встанет когда-то, когда в страну. Всё останется на свои места. Украина только вперёд. Всё. Настя, выкладывай. Оксана, иди, я сразу в холодильник, может, или куда-то. Я не знаю, тумбочку. Покет заберём просто. Я думаю. Холодно. А я тут убираю, тут убираю. Что? Нет, матюнчик. Красавец. Я мальчик, да? Вот я пройди. Я тебе вляпу. Покажи, пока что у меня там. И, слышишь, и пища, и пища. Болеет, да? Чистит. Кошек будет. Ты тоже ж знаешь. Болеет. Потому что по-другому не будет. У него мусы каменная болеть. Ну, да. Сам, ну, вот эти? Да, ой. Дуже дякую. Пишали. Да, вот это. Угу. Вот кошки немного корма взяли. Ой, спасибо. Да. О, Настя. Ну, не важно. А окна тут выбило, да? Ну, да. Вот это вот. Ты видишь, не едет. Арсанас. Ну, да. Ну, опять, конечно. Тут, вот, выкрыли. Есть и салонат. Мяса не было. Вот это да. А там, если было, то эти... Кости. Спасибо. За это, им лимончик отдали. Спасибо. Они не бананом взяли. Так, я буду... Ну, в общем-то, мы проведали. Уже будем ехать домой. Андрей, конечно, вообще не ходит. Хотя и передвигается просто. Я не знаю. Это так страшно. Хорошо, что инвалидное кресло ему дали. Вляску. Вообще, страшно это все. Так, ребята, все. Мы вернулись. Что же я хотела сказать? Лично от нас с Аней. Что такие трудные времена. Делайте хорошие, добрые. По возможности. Дела, можно так даже сказать. Нужно поступки. Нужно помогать людям. Тем более, когда, я же говорю, в такой ситуации, когда человек болеет. Ну, лежачий. Ну, лежачий, да. Боже мой. И здесь, в Харькове, реально очень много людей, которые... Не узнают. Нуждаются в этом всем и тяжело. По возможности, это не значит, что вот, деньги, не деньги. Поверьте, хоть кусочек хлеба, хоть, я не знаю даже, хоть что-то от себя. Можно даже просто... Чашки кофе. Да, угостить чаем, кофе, просто прийти к человеку. Даже поговорить с ним, подержать его, спросить. Может, в чем-то даже он ожидается, может, там поубирать. Может, человеку... Я же говорю, вот, человек больной, может, нужно его где-то поднять, что-то может сделать. Она даже вот сейчас просила еще там одни таблетки. Она, знаете, ей так было не по себе. Ей было не по себе, да. Ну, мы, конечно, сходили. Конечно, без проблем, да. Попросила еще таблетки взять ее сыну, потому что сын не передвигается никак. А нам, наверное, говорят, я бы... Сначала, когда все началось, они ездили на Западную Украину, к ее росту. Да. Она свала в Западную Украину. Вообще, всю жизнь Харькова жила. Вот. И сейчас, наверное, я бы с радостью поехала бы в Германию, но, опять-таки, это надо найти людей, а в Германии его бы поставили бы на дорогу. Да, это надо находить людей. Мы сказали, что если будет знакомая, возможность будет, конечно, наберем. Но такие моменты надо уточнять, конечно же, искать волонтеров. Потому что, я же говорю, она рассказывала... Не по спорам, но я, честно, не знаю. Да. Будем пытаться, да, в дальнейшем. Сейчас я не знаю, но в дальнейшем, да. Тяжело, тяжело смотреть на таких людей, потому что я их понимаю. Также, я же говорю, понимаю, особенно пенсионеров с нынешними ценами, с всем, что происходит после этого. Тем более, я удивляюсь постоянно. Так что делайте, ребята, всегда добрые дела. Помогайте по возможности. Хоть немного, но поверьте, человеку всё равно на душе немножко легче становится. Обязательно. Когда человек один, тем более, когда, знаете, есть такие люди, я же говорю, те же пенсионеры, которые есть, даже дети, которые бросают. И ты знаешь, там, да, по соцсетству, ты знаешь, помоги им, почему бы нет. Поэтому, ребята, как-то так, я думаю, вы нас поймёте, да. Вы не забывайте себя, берите своих близких. Да, не забывайте. Всё будет хорошо. Всем пока. Продолжение следует...